итак друзья всем привет приветствую вас на своем канале перестройка 116 меня зовут как всегда ленар тема сегодняшнего видео это дизайнеры и дизайн-проект я наверно как и все мастера не очень-то люблю дизайнеров которые рисуют проекты и которые не соответствуют действительности то есть размеры проектов которых не соответствует действительности в данный момент я нахожусь на своем объекте где какое-то время назад дизайнеры сделали дизайн-проект ну заказчики естественно по ходу этот проект весь переделывали опустили до самого минимума потому что то что предлагали дизайнеры это было реально не то что нужно было заказчиком в общем смотрите вот он такой вот набросок здесь у нас размеры размеры помещения там перегородок все схематически схематически нарисовано указано размеры все есть так и сейчас в общем поэтому размером я уже начал собирать перегородки но и по ходу действия понял что размеры на рисунке с размерами данного помещения не совпадает и сейчас я очень укажу вам некоторые моменты которые действительно не совпадают и которые действительно являются большой и грубейшей ошибкой так для этого я буду использовать вот этот самый набросок так его назову и лазерную рулетку которые будут замерять размеры и будем сверять с размерами на рулетке и с размерами на этом чертеже общем вот наш проектик и первые недочеты которые я выявил это вот это расстояние вот это расстояние это самое и более грубейшие ошибки и сейчас я в общем на них остановлю свое внимание и покажу вам более детально детально вот смотрите видите вот этот размер вот этот это приблизительно у нас где-то идет 207 ну то есть два метра семь сантиметров и соответственно вот этот размер примерно должен быть такой же это размер это у нас вот этот проем а 207 это вот это вот расстояние так вот так как этот проем у нас сейчас всего лишь 98 сантиметров и расширять его до размера двух метров как наказанного на том рисунке естественно я не буду потому что во первых это несущая стена и на ней лежат вот таким вот образом плиты перекрытия и сносить соответственно эту стену тоже нельзя это перемычка вот который сейчас здесь отсутствует она была снесена до меня поэтому и к ней я никакого отношения не имею это предыдущие владельцы этого помещения снесли в общем первый косяк в схеме которая нас не совпадает это вот этот так дальнейшая это вот вот этот вот размер 2 метра 39 сантиметров так сейчас я вам покажу где находится этот промежуток 2 метра 39 сантиметров это у нас вот здесь вот от сих и до сих но если замерить рулеткой здесь у нас получается 140 сантиметров то есть опять у нас потерялся метр то есть у нас метр должен был быть где-то вот этот и это опять у нас является несущей стеной потому что также на ней лежат вот плиты перекрытия и соответственно сносить эту стену тоже нельзя дальше у нас шел вот этот вот промежуток сто двадцать пять сантиметров вот он так но в этом месте у нас промежуток был гораздо больше он шел отсюда во и здесь у нас размер был 143 примерно сантиметра по чертежу у нас шел размер сто двадцать пять ну этот как бы размер для меня не особо имел особое значение я подогнал под этот размер но обратите внимание вот здесь вот у нас дверной проем размером 846 откуда взялся этот размер без понятия потому что таких размеров в принципе быть не может нужен размер либо 800 либо 900 но 846 это вообще непонятный размер этот размер у нас естественно не получается потому что здесь когда я передвинул нашу перегородку на размер сто двадцать пять сантиметров здесь получилось у меня полноценный дверной проем 90 сантиметров соответственно 80 полотно у меня здесь все сходится правильно но по чертежу у нас получается что здесь размер гораздо меньше еще одно несовпадение в деталях так давайте обратим внимание сейчас вот на этот вот на эту деталь здесь в общем нас санузел и здесь у нас стерилизационная комната и два дверных проема размером 90 сантиметров соответственно дверное полотно будет восьмидесятка а сам проход в этом коридорчик у нас 108 сантиметров соответственно дверь устанавливать дверь размером 80 сантиметров она у нас при открывании практически полностью будет перекрывать проход поэтому я договорился заказчиком обсудил этот момент это что здесь полотно восьмидесятка нас уже не устраивает и мы его изменили на два полотна размером по 60 сантиметров это тоже мы переделали самостоятельно в общем такие вот размеры в общем можно акцентировать на каждом отдельном участке их много просто я хочу сказать о том что дизайн проект он должен соответствовать реальным размерам вашего помещения если дизайнер для вам составляют такие проекты и они не соответствуют размерам помещения то это плохой дизайнер даже проектировщик любой ребенок может нарисовать по размерам вот такие вот чертежи и указать свои размеры но по факту получится совсем иначе ну и по завершению общем данного видео что я хочу сказать когда вы нанимаете специалиста по дизайн-проектам дизайнеров там проектировщиков всегда смотрите на то как они работают какие размеры помещения они берут и перед тем как оплатить им их работу проверьте с ними по факту в вашем помещении посмотрите как это будет выглядеть в реале то есть возьмите роли рулетку пройдите по комнатам померьте действительно совпадают размеры в проекте с размерами ваших помещений потому что если это будет не совпадение то представьте когда придет мастер и начнет работу по этому проекту какому результату может это все прийти потому что переделывать потом вот эти вот ошибки дизайнера будет сложнее и дороже мастер будет не виноват потому что он будет делать по проекту так как есть бумажка есть проект и по этому проекту согласно будет все работать поэтому смотрите всегда то что предлагает вам дизайнер дизайнер он своеобразный так человек конечно сейчас меня дизайнеры не оценят спасибо мне не скажет но я за правду смотрите то что предлагает вам дизайнер и уже после этого оплачивайте его работу а также этот дизайн проект у нас имея там электро выводы на освещение но я уж на них акцент не буду делать для меня было важнее сейчас рассказать вам про то какие размеры помещения у нас и какие несовпадения у нас тут произошли вот короче я думаю все было понятно доступно если же остались какие-то вопросы какие-то непонятки по этой теме пишите мне задавайте вопросы благодарю всех за просмотр за лайки за подписки и за комментарии на дизлайке можете тоже стать я понимаю что я не всем нравлюсь и не всем устраивает мое мнение поэтому все всем добра всем пока до новых встреч